ребят привет я категорически рад вас видеть в очередной раз у нас на канале мужики у плиты сегодня мы продолжаем наш проект алкогольный алфавит и мы делаем сегодня напиток на букву n который называется начино начино по своей сути является ликером и родом этот напиток из италии где наравне с компари и лимончелло он считается основным таким национальным напитком которые рецепты которые изготовления есть практически в каждой семье но основная идея этого напитка заключается в том что ингредиентом который однозначно туда идет является молодой грецкий орех и давайте сейчас попробуем достать этот продукт ну вот наш грецкий орешек последний денечки июня и мы его собираем смотрите прям нагретой южным солнцем и так грецкий орех мы добыли надо что сказать да по поводу собственно его зрелости до степени его зрелости итальянцы но с учетом того что еще раз повторюсь напиток у них национальный они к этому подходят очень вдумчиво очень серьезно и у них все это обросло естественно множеством традиций да вот изготовление данного напитка и орех для приготовления этого ликера они собирают в ночь с 24 на 25 июня для чего для того чтобы этот орех обладал уже максимально необходимым количеством тех веществ которые сделают этот напиток ну как раз это изысканно вкусным да необыкновенно по своим вот этим вот органолептическим и вкусовым качеством сейчас же я этот орех собирал в конце июня ну почему потому что находился несколько севернее нежели италия да но я думаю что для наших целей мы как раз таки выловили самый удачный момент его сбора ну и давайте мы сейчас еще определимся что же нам понадобится помимо грецкого ореха и так начнем мы с того что проговорим по поводу спиртовой основы да здесь у меня 3 литра я буду брать дистиллята виноградного дистиллята и его крепкость здесь превышает более 90 градусов да то есть практически приближается к спирту да ну около там 92 далее нам понадобится цедра лимончика с учетом того что все таки мы делаем ликер это напиток у нас однозначно будет сладким понадобится нам свекольный сахар и что касается пряности да но наши ботаники здесь меня будет корица будет у меня мускатный орех будет у меня бадьян то есть они звездчатый и соответственно еще несколько цветочков я взял гвоздички это в принципе все ну и приступаем непосредственно к изготовлению нашего начин значит я вооружаюсь вот такой вот трехлитровый баночкой буду собирать все здесь с учетом того что наш грецкий орешек он достаточно такой своеобразный продукт в нем огромное содержание йода да для его переработки я буду использовать перчаточку также у итальянцев есть такая традиция что с орехом работать металлическими ножами ну считается скажем так не совсем правильным да поэтому они используют либо керамический нож либо у них есть такие специальные как бы деревянные приспособления для того чтобы нам сейчас грецкий орех разрезать разрезаем на грецкий орех на 4 часть то есть вдоль и еще разочек на вот такие вот четвертушки и всю эту конструкцию отправляем в нашу баночку кстати еще смотрите какой момент итальянцы используют только нечетное количество орехов это считается у них но некий такой фэн-шуй да поэтому когда вы будете этот рецепт повторять тоже имейте ввиду кладем нечетное количество ореха погнали ну и вот обратите внимание степень зрелости нашего орешка да то есть он практически молоденький еще не вызревший на то что я говорил вот эти вот соки ореха ну и вот прям аромат йода и так наш 59 орешек отправляется в банк кстати смотрите при переработке да я еще нет там места с гнильцой убирал так далее следующий у нас ингредиент это цедра лимона снимается она обычной овощерезкой да овощечисткой при этом мы еще с вами помним что желательно белую составляющую да вот эту вот ее не брать почему потому что она дает банально горечь поэтому так аккуратненько сейчас счищаем и цедру отправляем сюда же есть такое дело цедра с двух лимонов отправляется туда же далее ребят смотрите вот на этом этапе мы с вами должны отправить в нашу же емкость еще и половину сахара который мы приготовили по нашему рецепту соответственно сейчас этот сахарок сюда и аккуратненько пересыпаем ровно половину от объема смотрите ушел у меня сахар который нам нужен по рецептуре но еще я осознал что конечно 3 литра сюда уже не умещается поэтому сейчас меняем емкость и так далее в нашу емкость мы отправляем корицу корицу по обыкновению я всегда подламываю чтобы она отдавала лучший свои аромат до спиртовой основе также в этой же логике я наш мускатный орешек тоже честно 4 под разломаю понятно что бадьян звездчатый его смысла ломать нет как и гвоздичку поэтому мы их отправляем прям целиком и наш виноградный спиртик погнали все у нас в нашу емкость ушло теперь герметично все это закрываем и ребят у нас сейчас начинается процесс собственно настаивание наших орешков будет емкость у меня стоять в теплом месте причем на свету да то есть желательно чтобы лучи солнца с этим продуктом сейчас игрались ну и понятно что первый там условно говоря какое-то количество дней я похожу все это буду активно встряхивать почему потому что нужно добиться полного растворения сахара ну а мы с вами встречаемся через два месяца а у нас пробежала два месяца сейчас у нас за окном уже август конец августа и посмотрите во что превращается наш ликер значит сегодня у нас еще очередной технический момент по его приготовлению мы спустя два месяца закладки всех основных продуктов должны будем сейчас сюда добавить наш оставшийся сахар то есть его вторую половину и добавить его в виде сиропа то есть сейчас я под свои пропорции беру практически литра воды и вторую половину сахара засыпаем его сюда запускаем плиту и соответственно варим наш сироп погнали довели до кипения прокипятили ну буквально минуточек пять и теперь все это волшебство о по холодной водичке остужаем так ну что наш сиропчик остыл и переливаем его в нашу основную мой народ слушать кого будет смеяться когда первая наверно неделя шла я разбалтывал наш сахар по договоренности и отдыхал ту ароматику она конечно на первых порах но не впечатляет вообще ни разу но вот спустя наверное через месяцок уже становится такой вкус очень очень интересный поэтому когда будете на 30 повторять на первоначальном этапе не пугайтесь и так все мы с вами размешали теперь закрываем наша ночам крышечкой и оставляем это все еще на месяц и в день осеннего равнодействия мы с вами вернемся будем уже завершать практически приготовления активную часть до нашего ликера погнали у нас сегодня 23 сентября день осеннего равнодействия и соответственно по традиции товарищи итальянцев мы сегодня приступаем к следующему этапу а именно мы будем разливать и бутилировать наш начин а по бутылкам ну а для начала чтобы этот процесс нам запустить мы должны будем получившийся продукт отфильтровать для этого я буду пользоваться воронкой вот такой вот мелкой 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 сеточкой как вы помните у нас фракции особо крупных там не было вернее особо мелких поэтому вот этой фильтрации должно нам хватить соответственно вскрываем крышку и начинаем наш ликер переливать вот только посмотрите во что превратился наш грецкий орех вот за эти три месяца и так друзья мы отфильтровали наша начина и я еще сейчас решил следующий вопрос с учетом того что на момент приготовления мы брали 92 градусный спирт потом по рецептуре мы добавляли 2 литра воды с сахаром у нас сейчас здесь мысли расчетным методом считаем получается напиток 55 градусов на мой вкус это достаточно великовато да эта крепость хотя итальянцы делают из 65 градусной до начина и до 35 градусов доходит да вот это вот вилочка вот поэтому я буду делать продукт 45 градусов и вот сейчас на этапе как раз таки фильтрации я еще добавил сюда один литр воды то есть меня получилось на 3 литра дистиллята 3 литра воды ну и все наши ингредиенты по списку да также вы можете у нас под роликом посмотреть поэтому сейчас 45 градусный напиток я собственно и начинаю разливать ну а бутилировать начинай я буду вот такие вот бутылки они у меня идут ну наверное больше винные да но при этом без выпуклости да на дне и они идут прозрачная краски специально эти бутылки искал с прозрачного стекла чтобы показать цвет нашего получившегося напитка ну и сейчас где моя вороночка начинаем бутилировать наш уже по сути готовый начинал погнали так заполняем это понимаю последнюю бутылку да у нас еще на 07 уже не хватает и мы с вами ребят сейчас заполним дегустационный графинчик сюда вот все это итак наш начинал в бутылочках начинаем теперь собственно эти бутылки закрывать укупыривать я буду винной пробкой при помощи вот такого самого обычного укупырщика до ручного значит что мы делаем пробочку заряжаем сюда берем нашу бутылку и просто-напросто вдавливаем ее в горлышко но здесь не совсем удобно я чуть пониже вот таким вот образом упор и папа пробку мы загнали соответственно сейчас эту мы процедуру повторяем количество раз по нашим бутылку поехали укупыриваем мы по завершению бутилирования нашего начина мы переходим к его собственно оформлению до оформлению бутылки ну и давайте посмотрим что в этот раз я вам предложу давайте чуть поближе итак для оформления дальнейшего нашей бутылки а нам понадобится вот такой вот пистолетик до клеевой заряжаю я его сургучным стержнем вот таких наборчиках он продается и собственно сюда идет и мы начинаем нашу пробочку верхнюю часть бутылки вот таким вот образом сверху все покрыли все верхушечку сургучом ну и вишенка на торте авторская печать все бутылка опечатана продолжаем работать с остальными так последнюю опечатали пистолет сторону ну и завершаем мы наше оформление бутылки это нанесением этикетки до которые у нас собственно говорится что это за продукт говорится в принципе кто автор ну и год его изготовления этикетки мы делаем сами у нас есть отдельный ролик где подробно описан подход к их созданию да как изготовлению значит склейка основа нашу этикетку снимаем берем бутылку ну и собственно наносим этикетку воля друзья нас начина готов я сейчас завершаю наклеивание этикеток и встречаемся на дегустации погнали и так ребят собственно наш начинок наш напиток готовился каких-то три месяца и вот настал тот момент когда мы можем приступить собственно потому чтобы понять а что же мы тут такое наготовили ну вот я могу сказать что тот очень резкий йодный аромат который был буквально там течение на первых десяти дней когда мы в спиртовую основу поместили наши орехи он точно ушел причем достаточно ярко проявились здесь и наши специи которые мы добавляли до наши травки и что могу сказать как вы сами видите ликер получился очень густой он действительно этот напиток является десертным и он очень сладкий поэтому однозначно его стоит рассматривать как диджестив то есть уже после основного приема пищи как раз таки для того чтобы вот этим сладеньким продуктом оттенить ваше завершившиеся по сути застолье да что касается гастрономической пара то здесь может идти ну как мороженка в моем случае это вариант орехи также начинок очень хорошо идет и с кофе делают его в виде коктейлей с виски причем добавляют его в виски вместе с апельсиновым соком и еще туда же идет немножечко льда да получается очень крайне интересный напиток ну и есть еще один момент которым тоже должны проговорить это то что у итальянцев начинок после бутилирования должен еще какое-то время настояться на обычно если они все это делают из года в год да то принципе напиток в бутылке стоит до следующего сезона да а потребляют они напитки сезона предыдущего но как показывает опять же их практика ближе уже к рождеству тоже текущего сезона начинок идет в употребление поэтому друзья если у вас есть возможность собрать зеленый грецкий орешек однозначно вот этот вот напиток повторите потому что ну скажем так такое ощущение что ни одна дама не останется равнодушны к итальянскому начинок ну а наша буква н алкогольный алфавит я считаю закрыта готовьте наслаждайтесь вкусом и пока